здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и у нас в гостях депутат совета депутатов городского округа люберцы юрий байдуков здравствуйте ну насколько я понимаю вы человек уже опытный потому что в нашем эфире вот в последнее время мы решили пообщаться и познакомиться со всеми депутатами нового созыва есть депутаты которые только первый раз прошли у них так скажем свой какой-то подход кто-то может даже не верил что он выиграет на выборах вполне возможно с другой стороны есть депутаты которые уже с большим опытом и депутаты которые до этого каким-то образом принимали активное участие в жизни городского округ люберцы вы тоже человек такой ну с опытом уже хорошо хорошем смысле слова встроены в эту систему понимаете что такое депутатство что такое вообще жители что такое избиратели и так далее и все равно почему вы решили опять стать депутатом мысли такие как бы у меня присутствует с 2001 года даже даже с двухтысячного да я там избирался так скажем несколько раз главой и ну много за это время считаю сделал но не все как все нормальные люди считают что что-то не доделал и в результате хотелось бы некоторые вещи которые ну так скажем недоделанные как минимум взять под контроль под возможный который определен полномочиями депутатскими и как бы продвигать по возможности и ну если не все таски свои обещания выполнить что большую часть но тут опять же когда новый депутат идет до ему вроде как у него есть возможность сказать а я там вот ну например приходят вот у нас там много-много лет и может решиться вопрос нет проблем я решу все только выберите меня выбери меня выбери меня вот депутат который уже много лет до у него есть определенная проблема потому что ну там с одной стороны вроде бы узнаваемость и опять же по делам можно судить да если человек чего-то не доделал то вряд ли его изберут на 2 на 3 на последующие сроки я к чему веду контакт с избирателем у вас какой был вот в эту предвыборную кампанию и потому что говорят что многие депутаты еще на уровне предвыборной кампании успевали какие-то наказы даже выполнить я не знаю как многие депутаты успевали выполнить наказы в процессе выборной кампании учитывая что мы все-таки были еще действующими на тот момент естественно мелкие мелкие какие-то так сказать моменты связаны допустим с восстановлением оставить его покрытие после проведения работ и бытовые до бытовые а значит ну то скажем помочь так скажем детский сад устроить и значит ну так скажем хотя есть определенная очередность но есть ситуации когда надо срочно человеку помочь на мал в тяжелую жизненную ситуацию и надо вопрос решить значит вот такие тоже моменты которые можно было быстро решить и они решались а вот глобальных вещей которые значит надо которыми работать существенно работу провести вот в такой предвыборный период вряд ли можно решить это ну если кто-то там что-то обещал чаще всего это демагогия хорошо но у вас избрали был какой-то наверно разговор с жителями вы получили какой-то новый пакет наказов эти наказы я так понимаю ну которое опять же можно решить довольно в быстром таком порядке какие-то наказы попадают насколько я понимаю в некий план совета работы да так это происходит немножко не так немножко не так наказы так скажем они формируют депутатскую работу в части включения различного различных направлений в отличные программы которые финансируются из бюджета городского округа из бюджета то скажем области значит вот как бы наказы их надо таким образом отсортировать чтобы их постараться включить вот эти программы тогда это и какой-то какой-то механизм реализации то есть вы можете передать например наказ который явно по полномочиям подходит для московской областной думы депутата московской области конечно можно и так а можно просто сформировав программу на уровне городского округа значит различными обращениями включить вот то что на финансируется допустим по линии областного правительства допустим парке там еще что подобное такое можно включить программу областные областного правительства для того чтобы финансировали именно вот эти наказы найти кто будет кого проще к этому присоединить для того чтобы выполнить этот наказ но не то что проще а найти источники финансирования для решения данной проблемы я говорю да об этом да но ведь деньги это к сожалению главное потому что совет депутатов все-таки не имеет хотя бюджет уже насколько я понимаю утвержден утвержден и шли определенную но не скажу что там битва но тем не менее каждый депутат имел возможность как-то поучаствовать в обсуждении этого процесса теперь с этим бюджетом жить верно да естественно придется жить но это не значит что в процессе реализации бюджетные бюджетных программ невозможные ну так сказать и какие-то несущественные изменения кликировка всегда возможно учитывая что и доходы поступают так сказать определенно не ритмично да то есть где там больше где-то меньше в какие-то периоды больше какие-то меньше плюс еще может быть какие-то недосборы либо наоборот дополнительные как бы субвенции из области на различные программы и тогда можно так скажем программы финансирование скорректировать и вот тут наверно опыт человека который довольно давно находится на посту депутата или занимается общественной работой как таковой бесценен потому что у него уже наработаны какие-то связи у него наработаны какие-то схемы решения каких-то вопросов потому что есть вопросы ну есть конечно полностью индивидуально есть схожие до которые просто по схеме идут решаются и так далее вам в плане проще получается конечно проще конечно проще учитывая весь механизм работы значит исполнительных органов власти которых я там работал на протяжении 12 лет мне понятны так скажем механизмы работы исполнительной власти исходя из этого и строю свою работу в качестве депутата чтобы как минимум не мешать администрации решать свои задачи по возможности помогать ну и если будут прислушиваться то значит ну вносить совместно если найдется какой-то компромисс корректировки в различные так сказать действий или программа администрации которые проводят а вот новый совет депутатов опять же там сохранился сохранилась часть депутатов которые уже давно работают в этом коллективе пришли новый как вы вообще оцениваете сам коллектив сегодняшнего совета так скажем он вообще-то существенно изменился но радует то что приходят ребят молодые которые в принципе хотят в данной ситуации слова хотят немаловажную роль играет потому что от слова могу до слова хочу разрыв да когда ты хочешь то ты постараешься исполнить то есть вот молодежь приходит причем с определенным опытом и производственной деятельности и в какой-то части административные некоторые и они на сегодняшний день видят свою молодую так скажем струйку где они могли бы значит что-то так сказать подрулить и как-то ситуацию подправить либо вообще решить новые задачи которые до них никто не решал допустим и методы предложить предложить так что вот молодые молодой а так сказать струя она на сегодняшний день ну как минимум нужна любезному совету депутатов а помощь они будут получать потому что ну можно сказать как давай ты же депутат сам решай учись и учись дорогой друг вопрос помощи он какой помощь она в любом случае слово совет депутатов ключевое слово совет 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 естественно никто из опытных депутатов нет никогда не откажет вновь избранным в совете прояснить ситуацию подсказать может быть даже значит ну как бы уберечь вдова это такое пота потому что от не от ненужного от ненужных шагов до так что советы и помощь вновь избранным это самый главный сегодняшний день чтобы они влились в работу совета гармонично а вы представляете какую комиссию или вы в нескольких работ ну да нет я работаю то скажем в комиссии по депутатской этике противопорядку и связям со сми и со средствами со средствами массовой информации и с нами да с вами в том числе значит еще с органы с органами правопорядка значит вот как бы раньше был председателем комиссии но сейчас пришел парень активный рубан савялов и как бы вот самое время ему этот эту работу не обидно подхватить нет не обидно даже можно сказать с удовольствием это сделал для того чтобы ну я остался заместителем при до представитель комиссии и я могу значит учитывая наши хорошие отношения еще всегда подсказать рубин валерь чего то скажем в определенных может быть ситуациях которым еще не был как себя вести и действий делать так что вот в этом наверное и заключается преемственность поколений потому что я почему так много уделяю внимание сейчас депутатской теме потому что у людей тоже есть определенные стереотипы вот есть депутат госдума до все время по телевизору показана там там есть московская областная дума по другому телевизору показывает но чуть меньше вот а зачем нам избирать и ходить кто это дипы они ничего не решают вот если мне деньги будут нужны ну думает какой-нибудь такой я вот пойду туда а важно же понять что вопросы которые решили решаются здесь людьми с опытом и людьми которые действительно хотят а я это видел своими глазами тех молодых депутатов которые сюда приходили вот не стоит ли еще одна задача показать дать понять избирателям не те которые конкретно давали наказы и получали от них удовлетворения во время выполнения наказа а и те которые ну до сих пор еще как-то так относятся к тому что вот депутаты есть дачок ним ходить они ничего не решать согласитесь такой же есть конец от нашей активе условно присутствует особенно у тех людей которые немножко варились в этой каше и немножко информированы значит они понимают что депутата разного уровня имеют разные полномочия возможности да естественно что у депутата местного уровня власти не так много возможностей но есть как минимум механизмы которые помог помогают донести вот ну чая не так население до депутатов более сложного уровня до администрации местного уровня до различных министерств и ведомств мы также как и депутаты федерального собрания и областной думы имеем право делать запросы получать на них ответы и в прокурорских органах и в следственном комитете и в там и в медицинских органах для того чтобы решать вопросы местного значения которые прописаны в законе 131 местом самоуправления то есть у нас задачи немножко ну не то что они с одной стороны вроде бы небольшие но они самые живые они приближены к людям да люди данного то есть депутат федерального собрания он решает более глобальные вопросы и вопросы допустим конкретного конкретной ситуации жизненной они от него далеки и он бы может быть и мог бы их решить и с удовольствием решил бы но таких наказанных просто погрязнет в рутинной работе а лучше просто таскать она его накроет ему никогда будет чеку могут сказать что мы записали вас ну да вот в конце следующего года приходите но я условно говорю да то есть люди должны ведь это тоже важно потому что если люди будут доверять депутатам депутаты которые избранные людьми будут доверять людям что-то же немаловажно тогда даже на том уровне и с теми возможностями с тем бюджетом который насколько я понимаю уже утвержден можно добить добиться определенных успехов мы сейчас сделаем небольшую паузу напомню что у нас гостях юрий байдуков депутат совета депутатов городского округа люберцы как я в таких случаях горит депутат ветеран напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях юрий байдуков депутат сайта депутатов городского округа люберцы и вот отталкиваясь от того чем мы завершили нашу первую часть так есть депутат сайта депутатов городского округа люберцы есть депутаты московской областной думы и есть депутат государственная дума а связь между депутатами существует безусловно причем она достаточно такая тесная поскольку депутаты областной думы недостаточно известные в любви Это были люди, которые многие годы работали в том числе и депутатами местного уровня. То есть и Лидия Николаевна Антонова, и Игорь Валерьевич Каханы, и Дмитрий Валентинович Дениско, они же были тоже депутатами местного уровня. С депутатом Государственной Думы мы немножко познакомились. Он все равно был министром спорта Московской области. Он ситуацию представляет, он представляет, как проходит. То есть люди абсолютно на самом месте, они знают ситуацию, особенно касаемо наших. Учитывая тот факт, что у меня еще и такие достаточно дружеские отношения и с Дмитрием Валентиновичем, и с Игорем Валерьевичем, мне может быть немножко проще, чем молодым, допустим, депутатам, которые, скажем, вновь избранным. Хотя и Дмитрий Валентинович, и Игорь Валерьевич, и Лидия Николаевна всегда, мало того, что они сами свою помощь предлагают. Потому что они знают ситуацию. Они иногда подскажут, вы давайте здесь на наш уровень отошлите, чтобы у нас дорожка была направлена. А мы уже подхватим и дальше понесем, вот так приблизительно. Понятно. Ну, то есть, опять же, возвращаясь к той теме, человек сидит, думает, что надо сразу президенту писать. А не надо сразу президенту, можно обратиться к своему депутату, конкретно совета. И этот депутат может уже открыть вот эту дорогу, если действительно вопрос серьезный, будет решаться на самом высоком. Не всегда. Иногда, может быть, когда это не касается полномочий органов местного управления, может быть, избирателям неплохо сразу в колокола бить по полу. И, соответственно, а может быть даже вообще, то есть и на федеральный уровень, и на областный уровень, и на местный уровень. Тогда ситуация, она, так скажем, не то что раскачивается, она получает удар со всех сторон, и необходимо всем органам власти, кем-то, взаимодействовать для решения этого вопроса. То есть, этот метод, он неплох. Неплох. Ну, вот сейчас мы зима, да, зима уже в полном разгаре, Новый год, и там впереди еще, ну, фактически до середины марта у нас будет, да, примерно такой зимний период. Вот, это особый период для депутатства, потому что тут и вопросы ЖКХ, и масса других вопросов. Сейчас начнется новогодняя, да, она в этом году немножко будет по-другому, тем не менее, новогодние праздники продолжительные никто не отменял. Вот как отличается работа депутата в этот зимний период? Ну, в этот период, то есть, летом снег не выпадает. Это да, это да. И, значит, оперативность решения определенных проблем, которые могут возникнуть, совершенно неожиданно. Ну, так скажем, погодные условия изменятся, насыпят, значит, огромное количество снега, учитывая, что у нас всегда, ну, так скажем, когда глобальные вещи, не всегда хватает сил у подрядных организаций решить ту или иную проблему. Тогда депутат должен каким образом действовать? Он должен убедить, так скажем, исполнительную власть в виде там подрядных организаций, что надо сделать в первоочередную для того или иного округа. Допустим, где-то почистить около детского сада дорожки, где-то поликлинику, так сказать, подходы определить, где-то, допустим, школьный стадион может почистить. Ну, чтобы вот оперативно, ну, так скажем, есть более важные вещи, есть менее важные. Вот настроить исполнительные, не на объемы какие-то, а на важность то ли и ноль проблемы. Вот надо срочно, как я сказал, почистить дорожки к больнице. Вот надо вот все остальное остановить. Прошу вас, как депутат, ну, слава богу, никогда не отказывали, всегда исполнительная власть и подрядная организация. Ну, все равно же ругают, когда большие сугробы. Конечно, ругают. Но все равно люди понимают, когда оперативно это дело делается. Ну, видно, что делается. И началась работа. Если она не началась, так сказать, они еще раз спрашивают. А потом уже думают, ну, это не депутаты они соображают, не администрация не соображает. То есть всем, так скажем... Виноваты все, да. Значит, хотя я помню времена, когда мы сами чистили дорожки около своего дома, около пятиэтажки. Это было нормально, да? Это было нормально. То есть мы сами с лопатками выходили и чистили. Но жизнь меняется, люди к хорошему быстро привыкают. И специальная служба создана для этого дела. Это хорошо. И не надо народ от этого отлучать. Да, потому что можно же так почистить, что потом что-то другое надо будет ремонтировать. Ну, конечно. Тут тоже шварианты из печида. Вернемся еще к вашей комиссии. А тут возник у меня такой вопрос. Городской округ, конечно же, развивается такими быстрыми темпами. Вы сами это прекрасно знаете. И все его, скажем так, составные части. Тем не менее, насколько за последние лет пять округ изменился и видна ли работа предшествующего совета, сегодняшнего уже совета, все-таки уже прошло полгода? Ну, конечно, видна. В каком плане видна? Вот людям, когда на встречах все говорят, да вы ничего не делаете, да у вас нет результата. А когда начинаешь объективно им рассказывать, чего не было, то есть, значит, народ начинает совершенно по-другому. Уже такой агрессии нет, уже нет, так скажем, ну, так скажем, идите и сделайте. Уже есть какой-то нормальный человеческий диалог, люди понимают. Главное донести, что, так скажем, делается в округе. А конкретно, чаще всего мы встречаемся с представителями тех округов, откуда мы избраны. Ну, конечно. Начинаем показывать, что было и что стало. И, так скажем, конечно, когда есть результаты, есть что предъявить, всегда с народом, с людьми легче разговаривать. И они более доверяют депутатам. Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что бывают, ну, не получилось что-то сделать. Но тогда возникает вопрос, что наш депутат не справился с этой задачей. Как решается этот вопрос? Ну, чаще всего это выглядит, знаете, как. Вот вы в прошлый раз говорили, до сих пор ничего не сделали. Да, да, да. Начинаешь искать объяснение тому, почему это не сделали. И если у тебя аргументов хватает для того, чтобы объяснить объективные причины, ну, там нет денег, значит, нет денег, и вот они потребовались, допустим, на завершение капитального ремонта больницы, или, допустим, на завершение работ по парку, допустим, Малахское озеро. То есть, а этот вопрос отложили на чуть больший срок. То есть, он решится, но позже. И когда надежду людям даешь, ну, объективно, так скажем, с доказательствами, они тоже потихонечку, так скажем, свою вот эту реакцию немножко меняют. А все благодарят? Некоторые благодарят. Больше ругают или больше благодарят? Нет, вы знаете, поскольку я работаю уже долго, я спокойно по поселку по своему хожу, то есть, и в футбол играю просто, и синим, и просто по поселку пешком хожу. Значит, так скажем, слов там, и, может быть, конечно, какие-то взгляды и бывают такие, ну, так сказать, злые какие-то, но чаще всего я получаю удовольствие от того, как общаюсь с людьми и как они от меня относятся. Это считается немножко такой, как бы, не то, что аванс, не аванс, это, может быть, за итоги того, что сделано было. Вот так. Вот еще такой вопрос. Корпус меняется, депутаты меняются, представители комиссии меняются, а все в нашей жизни течет, все меняется. Как вы считаете, за, опять же, за последние, там, лет пять, наверное, даже дальше не будем, человеческий фактор люберец поменялся как-то? Люди, которые живут в Люберцах, они немножко другими стали? Вот вспоминая те времена, когда сами с лопаткой были и сейчас. Вы знаете, не могу сказать, что люди стали лучше, честно, не могу сказать. Люди всегда такие, какие они есть, значит, как их воспитали родители, как бы воспитала школа. Время. Почему? Как время воспитала? Вот, допустим, вот хорошо это или плохо, когда, допустим, мы всегда в школе сами мыли парты, мыли классы, мыли, чистили, значит, свой двор, убирали мусор, собирали макулатуру и металлолом. Сейчас, к сожалению, различными нормативными документами это делать детям запрещено. Ну, объяснение есть, там, так скажем, и болезни, и опасности, как бы какие-то, может быть, травмы могут быть. Но, тем не менее, я вот, сколько не вспоминал, ничего негативного от этого не было. И дети, которые убирали вокруг своей школы или вокруг своего детского сада, или, допустим, класс, они уже и чиркали на парте меньше, и бумажки кидали. Ну, как дома, когда это сам. А тут, понимаете, вот мне немножко не нравится, что кто-то должен за кого-то что-то сделать. Или, допустим, вот мы платим налоги, значит, кто-то за нас должен все это делать. Ну, немножко вот это мне не сильно нравится. Это, может, такой некий элемент негатива. А так, из плюсов. Так. Народ, особенно дети, стали менее агрессивными. То есть, конечно, бывают и драки, значит, бывают там и всякие, так скажем. Но если сравнить вот агрессивность моего поколения, она значительно была выше, значительно, значит, конечно, дети стали значительно умнее в части владения гаджетами и электронными системами. Они, конечно, больше знают, они больше информированы. Система общения другая. У них информации больше. Это плюс. Но есть минус, когда у них нет вот такого, как бы сказать, объединяющего чего-то. Вот, допустим, вот там, вот нет у них немножко, если одним словом назвать, общность общества. То есть, вот они, допустим, заняты конкретно какой-то проблемой вместе все, как вот мы раньше собирали металлолом там или что-то еще там делали, лес убирали. Вот такого рвения, вот такой объединенности нету. Может быть, еще наши молодежные общественные организации пока только, так скажем, в стадии, ну, такого становления. Может быть, не хватает им, как бы, и методов. Ну, вот, конечно, жизнь отпечаток наложила. Я попытался свое мнение высказать. Есть и плюс, есть и минус. Ну, вот еще такой момент. Я почему еще этот вопрос задавал, что, ну, что там далеко ходить. Есть люберчане, что называется, по рождению. А есть люди, которые купили здесь квартиру, да, которые работают в Москве и проводят там большую часть. Может, у них еще дача где-то есть. То есть, фактически, они приезжают в Люберце поспать, поужинать и поспать. Ну, может, чуть-чуть позавтракать. То есть, для них это как такая база. Нет ли такой... Их можно считать жителями городского круга Люберца? Или нельзя? К сожалению, все это приходит со временем. То есть, со временем. Да, вот ты сначала купил квартиру, и ты вроде бы работаешь в Москве, а живешь, допустим, в том же Октябрьском. И тебя там проблемы Октябрьской интересуют, когда ты мусор пошел вносить, тебе там полный бак. Да, да, да. Допустим, да, вот как бы так. И ты возмущен. И ты возмущен. Но это со временем уходит. Человек, который живет и, так скажем, прожил там пять лет, он уже немножко понимает, как осуществляется жизнь в том же Октябрьском. И в чем она отличается от Москвы. То есть, там же тоже есть минусы. То есть, люди попробуют там поживее. Там и погулять-то особо некуда. Чистым воздухом сходить, дышать некуда. Или там в речку прыгнуть, или на велике покататься. И шум постоянно. То есть, у нас же есть свои плюсы. И люди, которые уже живут не первый год, они потихонечку вот в эту общность включаются. Они понимают задачи, в том числе и свои. Они уже, так скажем, особенно те, кто планирует жить долго. Есть же некоторые купили сначала в Люберцах, учитывая, что денег не хватало. С перспективой уехать в Москву. Их никакими, так скажем, вот этими чистыми воздухами и благоустройствами не удержишь. Они уже все план построили. А вот те, которые... Единственный минус вот в этой всей каше, что люди немножко... У них другой менталитет. И они немножко обычаи, значит, немножко не знают. Не знают спектрадиции. Вот это потихонечку. Ну, кстати, это тоже зависит в какой-то степени, как ни парадоксально, от депутатов. Потому что чем больше контактов будет приятных, я имею в виду, площадка новая, там правильный знак, хорошая дорога, мусорник чистый. Как-то уже по-другому человек... На каком-то этапе обязательно человек задумается, что ему там-то хорошо, что, может быть, завтра не поеду в Москву. Конечно, он увидит плюсы. И когда плюсы перевесят минусы, он, конечно, примет то решение, которое считает правильным. Ну что ж, Юрий Байдуков. Вот такой у нас был сегодня даже философский немножко разговор. Депутация – это депутатов городского округа Люберцы. Большое вам спасибо за то, что пришли к нам. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова